здравствуйте сегодня мы проведем обзор технического фена хаммер hg 2000 а что можно сказать об этом инструменте распотроним его уже немножко сам фен идет в таком фирменным хаммерском чемоданчике хаммер дели свои инструменты на два класса класс бытового предназначения это hammer flex и класс как бы полупромышленного назначения это премию сама поставка чемодан идет вот в такой бумажной упаковке на которой указаны технические параметры данного фена и достоинства данного устройства это мощность 2000 ватт контроль температуры контроль скорости воздуха подачи воздуха здесь написано в комплекте данного устройства идет четыре насадки самое ценное я считаю это вот эта насадка выхлоп у нее примерно 1 и 8 по внутреннему диаметру то есть вот это отверстие 1 и 8 стоимость этой насадки в принципе 700 рублей вот эта насадка не знаю для чего вот такая вот идет это рефлекторная насадка для отмораживания труб то есть вот так по трубу засовывается и продувается чтобы воздух шел под трубу и вот эта насадка который меня очень разочаровала вот эта насадка для снятия краски я так понимаю и защиты стекла то есть чтобы стекло не лопнуло вот этой стороной мы прикладываем вот так вот стекло и подаем воздух чем она меня разочаровала очень плохое вот тут вот крепежное место сэкономили металл было бы на сантиметр больше был вообще цены и не было а так она просто сама может соскочить у вас раскаленная с фена вот потому что она у меня уже упала видите вот 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 тут вот подмята вот ударилась вот этим краем вот чуть-чуть подмяло так это понимаю не сделано из державейки очень придумаем как эту фигню делать так но в комплекте естественно идет руководство пользователя но и сборный скребок такой формат в дешевых моделях вот эта ручка ну других производителей является деревянные допустим у зубра но теперь сам фен фен представляет из себя такую конструкцию пистолетного типа тут скажем эфес защищает от тепловое от теплового отражения от препятствия чтобы воздух горячий вам не попал на руку ну что исключает ожог но в принципе расстояние большое я думаю что можно этого было и не делать но наверное сделали для жесткости если допустим уронишь то есть он не рассыпется на две части то есть ручка отдельно корпус отдельно что еще в нем такого примечательного данный фен сразу скажем о его достоинствах данный фен оснащен тепловой защитой то есть при перегреве он отключится автоматически у него керамический изолятор на котором накручены тены все такое он имеет такой задний торец сплошной то есть нет никаких технических отверстий входа воздуха и на ручке такой выставка это сделано для того чтобы можно было поставить вот так фен для охлаждения после работы фены нельзя от нас вот так или вот так почему только вот так потому что внутри раскаленные тены и воздух должен уходить через вот это жерло конвекционные потоки как бы никто не отменял вот там внутри стоит видим вогнутая пластинка металлической это тепловой рефлектор который обеспечивает плотность равномерную плотность струи выходы из сопла то есть у нас получается как бы все поле прогревается если бы его не было то соответственно было было бы вот такое кольцо ибо по закону бернули внутри струи воздуха всегда есть разрежение вот и мы видели бы кольцо то есть горячего до бы шел бы вот так вот по краю внутри ничего мне прогревалось ладно данный фен как бы оснащен вот этой насадочкой я снял специально потому что она тяжело снимается вот вот так вот он идет и вы видели можно снять теперь о главном достоинстве у этого фена реализована плавная регулировка температуры то есть вот мы на максимуме вот мы на минимуме так разогреть греет воздухом до 600 градусов от 50 где-то 40 ну и естественно первая скорость это примерно 250-300 литров в минуту и вторая там 500 может побольше такую здесь достаточно тяжелый сейчас мы завесим его еще можно сказать что этот фен один из самых тихих в своем классе вот мы сейчас посмотрим в принципе вот единственно чего вот была бы вот тут вот резиновая вставка хоть какая-нибудь хотя бы не говорю про всю ручку а вот середине были бы резиновые или силиконовые выступы потому что видите может быть с расчетом на то что надо работать не голыми руками а с перчатками а соответственно перчатки они уже имеют там какие-либо скажем напыление вот ну чего еще сказать сопло наверное стандартное как у всех фенов то есть потому что насадки на него вот с боши они подходят с каких-то фенов определенных так ну и сзади нету отверстий для чего для того чтобы вот когда поставив так вот работающий фен он не смог засосать мусор с полу ну или с той поверхности куда вы поставили принципе продуманная конструкция тут вот тут инженеры хорошо прошли и вообще продумали и также сама конструкция фена достаточно надежно потому что я поглядел очень много роликов именно про вот такой формата модели скажем которые регулируют именно так температуру ну я буду надеяться что именно мой выбор был правильный почему отказался от жкей потому что здесь плавная регулировка температуры то есть мы меняем до градуса в принципе можно поймать ну до трех если честно а а на жкей там ступенчатая она идет по моему по 10 градусов у них в дорогих фенах может быть реализована функция тоже так что плавной регулировки но цена вопроса этого два с половиной рубля а тех уже наверно пятачка начинается что еще рассказать ну в принципе он мне не столько нужен этот фен как бы я не собираю его насиловать там как в автосервисах либо где-то там чего-то ну надеюсь что продукт прослужит долго мне ну вроде это вот гремит вот эта вот кнопочка небольшой люфт вот вот это переключателя есть но это это переключатель является как я понимаю отдельной деталью самого выключателя то есть вот в этом люфте ничего такого страшного нет ну давайте зависит так вот у нас весы мы закинем так вот и получаем вес 776 граммов весит этот фен то есть 0 7 килограмма ну и проверим давайте как он гудит гудит да действительно не закладывает уши как от реактивного самолета ну вот такая вот у меня радость в принципе покупкой доволен как слон ну ну я не знаю ребята понравилось вам не понравилось в принципе неплохая машина по отзывам в интернете конкретно по данной модели вроде ничего такого плохого нет косячного нет люди годами работают ну там по три года ну в принципе неплохо ну вот типа написано изготовлено в китае ну все вот на питание тра-та-та-та двойная изоляция все пока спасибо спасибо